Тут у меня комментариев нет вообще Зашел в линейное отделение милиции Где поговорил с дежурными о работе Сотрудников МВД в аэропорту Вы знаете, когда я это сам Начнет работа сотрудников МВД И прочих Ну это когда у меня взломали блог недавно Я конечно не знаю, как они там работают Но могу сказать только по собственному опыту Вот когда у меня взломали блог недавно Ну если вы помните, там 2 недели что-то назад было Я тут же, вот меня сломали Взломали ночью Я, ну объявление об этом висело потом на блоге Я поехал на следующий же день В утро пораньше, все проклиная В МВД В ФСБ и в прокуратуру В Генпрокуратуру Это как раз была суббота Ну да, то есть мне сломали блог С пятницы на субботу В МВД Ну я говорю там Ну подъезжаю на общих основаниях К этому МВД На октябрьский шум Там вообще снег какой-то мокрый Вообще Там Ужас, короче Подхожу к этому дежурному Ну говорю, где тут можно Официальный заявок там подать Ну да вы кто? Типа, чего вам надо? Ну мне приходится называться Там яма вроде там Ну он у меня смотрит с изумлением Говорит, ну вот туда идите Ну хорошо, прохожу Мне заявляют там Какой-то там Какой-то, по-моему, телефон Я снимаю Нет Илья, да Я подхожу к этому Я уже запутался у них там Я же в трех этих организациях Подхожу к дежурному Опять-таки приходится называться Ну какое заявление Типа еще Сегодня суббота Я говорю Ну вот так и так У меня там блок взломали Вот я такой-то Могут люди пострадать От моего имени Это срочная Сверхсрочная ситуация Какая же сверхсрочная ситуация Я говорю Я вот такой-то Такой-то У меня взломали блок Он меня смотрит там Круглыми глазами Говорит, ну идите вот туда В какой-то там Куда-то В конец здания Там такая комната будет Дверь вот туда Входите И там принимают заявление Ну пошел оттуда Открываю Там никого нет Один телефон Снимаю телефон Двое так и так Они говорят Сегодня суббота Ну вот такое Сверхсрочное дело Они что там Зашебуржали Подзывают Какого-то там Этого Который со мной Вежливо Разговаривает И говорит Что такое Я говорю Вот то-то-то Он говорит А вы Должны по месту Прописки Я говорю В какой прописке В местное отделение В какое местное отделение Но у них там что Специалисты есть По этому самому По компьютерному взлому Эти местные отделения Направят вам Пока это все будет идти Это бумажная переписка Там все уже украдут Вообще Там могут пострадать люди Масса людей причем Он помолчал немного Нет, вы все-таки Должны по местному отделению Я говорю Я еще раз повторю Понимаете ситуацию Я предупреждаю Что я вот это все Сообщу прессе Вашу реакцию Он опять немного Пополчал Ну, поезжайте на Петровку Тогда Мы поставим это дело На контроль Это очень важное дело Мы поставим на контроль Хорошо Я на Петровку Приезжаю Там вот такой-то телефон Позвоните Там все на телефон Ну В Петровку приезжаю Там действительно Сидит там Какой-то сержант Пусто Суббота Кто-то там черт знает Где-то приемно Принимают у меня Да, заявление Тоже Он такой Спокойный Деловая обстановка Там вот Это самое Нормальный Говорит А почему Я что-то могу Говорю Вот в МВД не приняли Как не приняли Ну вот так Говорит Как они обязаны Принимать любое отделение Любой там их отдел Обязан В любое время Дней и ночи Принимать заявление Говорит Ну я не знаю Еще не обязаны Вот так все произошло Но простодушно удивился Там Другой сержант подошел Они почитали Мое заявление Выдали мне квиток Что да Там все Было нормально Хорошо Еду в генпрокуратуру В генпрокуратуру Категорически Мне заявляют Сегодня суббота Пошел типа Нафиг Я говорю Я там А вроде Там Сегодня суббота Пошел нафиг По телефону Я не помню Я еще раз Что-то помню Что-то я попытался Он мне еще раз сказал Три раза Послали Я не помню Два раза Меня послали Или три Но кончилось все тем Что он Без вариантов Все Мотает Суббота Никаких проблем По субботам быть не может У генпрокуратуры У генпрокуратуры Проблема только По понедельникам Ну как можно В таких условиях Искоренить терроризм Может у меня было бы Сообщение Что я знаю Что террористы Хотят взорвать Кремль Нет Нет Все в понедельник В субботу Изрывают Изрывают Это их проблемы Террористов А мы работаем По понедельникам Вот такая логика У генпрокуратуры Это я могу сказать Совершенно Определенно Это я лично Это все прошел Какие-то там Искоренения терроризма Ну как О чем речь идет О чем вообще Граждане Можно идти При таких условиях Речь Вот я попытался Честно Подать все эти заявы Вот там Действительно Причем Собмите Общественно Значимое Я там Назывался Объяснял Проблемы И то Практически Вот только Вот в этом Генпрокуратуре Вот так А если обычный Человек Приехал Да с ним Мы вообще Разговаривать Не стали Он попытался Что-то сообщить Какую-то информацию Да плевать всем Суббота Какая информация Еще Не делим Вся информация Ну ФСБ Соответственно Там все Серьезно Там меня приняли Там такое у них Зеркальное окошко Не видно никого Но там у них тоже Есть нюансы У них там Не выдают Никакого квитка Что они у тебя приняли То есть Ты им отдаешь Вот куда-то там В никуда И с концами Я говорю А дайте мне В этом самом В МВД Мне дали На Петровке Расписку Что приняли Ну как положено Любой документ Сдаешь там Обычно Расписываются На этом самом На втором экземпляре Но вот на Петровке У них там другая Он меня вежливо Объяснил Самый Дежурный Что у нас другой порядок Мы вам даем квитанцию Ну хорошо Какая разница Правда Разница все-таки есть Потому что на втором экземпляре Если уж на то пошло Для чего и делается второй экземпляр Чтобы быть уверенным Что текст Будет не скажем Что именно то заявление Которое ты подавал Вообще-то говоря Так положено Квитанция Это все-таки не совсем то Это уже начинаются Какие-то хитрости Ну я не говорю Что они какие-то хитрости Со мной собирались сделать Я просто говорю Вот свое видение ситуации Во всех По-нормальному Должны расписываться На втором экземпляре То есть прочитать Вот сравнить тексты Все Чтобы я был на руках Доказательства Что ты подавал именно это заявление А так что у меня за доказательства Ну квитанция Потом мне покажут заявление Я писал Что там Я не знаю что Ну теоретически Такая ситуация возможно же Сам факт Что квитанция требуется Означает Что элемент недоверия существует И он принимается Как бы законом Правильно же Что это Те не говорят Как раньше в 30-е годы Вы что нашим органам Не доверяете Тебе дают Какой-то подтверждающий документ Но подтверждающий документ Он и должен быть подтверждающим А не какой-то Фиткин и грамотный Ну как бы то ни было А в ФСБ мне вообще ничего не дали Я говорю Как вообще Он говорит Ну нас не положено У нас порядок такой Вы через 3 суток еще должны приехать Оттуда ехать Это вообще караул Там вообще На машине там не подъедешь Меня там знакомого подвозил Там ее надо оставлять Это самый центр Там надо пешком идти Ну это не важно Там пешком или не пешком Это уж так я говорю Не в этом дело Через там Это самое В течение 3 суток Вы должны опять приехать И вам выйдут Я говорю Как это Отшить за порядок Он говорит Ну вот у нас такой порядок Я ему говорю Вообще опять Слушайте Предупреждаю вас Вообще Вот я такой-то Я это все сообщу Журналистам Потому что порядок Ненормальный Так не должно быть Для чего сразу Выдается Опять-таки Это что получается Что они осмыслят Типа Почему они сразу Не выдают Ну и что Что ФСБ Ну какая разница Все равно это Обычная там Спецслужба Ну ФСБ Там как угодно Назови Вот прямо Должно быть Общий порядок Для всех У тебя принимают Заявление Тебе выдают Документы Они его приняли А почему они Сразу не выдают Они что 3 дня О чем мне 3 дня Думать собираются Брать у меня его Или не брать То есть вообще В чем смысл Вот этой задержки Ни в чем вообще То есть вот именно В какой-то там В каких-то играх своих То есть это неправильно Я ему говорю Что Имейте ввиду Он так засомнил Сначала категорически Говорил нет-нет-нет Там у нас такой порядок Потом когда он Слышал мою фамилию Она на нее Произвела определенное впечатление Он говорит Ладно Сейчас посоветую Подождите секунду Ну что там Шуршу-шуршу-шуршу Там это Сама бурчали Там шум какой-то Не вне Так много Нет Уже таким Твердым голосом Как положено То есть ему сказал Старший что нет Ну он еще сказал Нет Ну вот так вот Это все происходило Поэтому Какой там у нас вообще Контроль И какой там у нас С дежурными Рапор Пороговорил он О работе сотрудников МВД в аэропорту Не знаю Вот я тоже поговорил С сотрудниками МВД ФСБ Прокуратура Что-то у меня От этого разговора Впечатление осталось Такое Странное Прокуратура Прокуратура Прокуратура